Ослик Словом, не Ослик, а загляденье, только немного грустное. А вот соседи Ослика-Ослика. Они живут вместе с ним на ферме Мистера Смита. Лошадки Пит и Пэт и еще пес Гектор. А это Мистер Смит, хозяин фермы, где живут Ослик-Ослик и его друзья. И нет в деревне человека добрее его. Я Мистер Смит. Больше всех Ослик-Ослик любит чертополох. Пощипать его он ходит к ручью, что течет за лугом. Там на берегу растет самый вкусный чертополох. Иногда с ним за компанию идет кто-то из его друзей. Как-то раз Ослик обедал вместе с Пэт. Они немного пожевали чертополоха и пошли к ручью напиться. По делу Ослик увидел два отражения. Своё и Пэт. Какая же Пэт красивая, подумала. У нее такие миленькие маленькие ушки. Не то, что мои длинные лопухи. Из-за них у меня совершенно, совершенно дурацкий вид. С такими ушами только птиц в огороде пугать. Ослик-Ослик ходил по нулю и все думал, что ему делать со своими ушами. Так ничего и не придумав, он пошел к псу Гектору. Гектор с легкостью выполнял разные команды. Он мог отличить правую лопат левой. Вообще, был очень умным псом. А Ослику сейчас был необходим умный друг. Да, брат, не повезло тебе. Не уши, а вороньи перья, сказал Гектор. Ну а ты не печалься, Ослик. Мне кажется, я знаю, как тебе помочь. Попробуй опусти их. Пусть висят себе спокойно, как у меня. Хе-хе, ты только посмотри, какой у меня жалкий вид с поднятыми ушами. Ну, давай, Ослик, смелее опускай уши, подбадривал Гектор друга. Ну вот, смотри, так гораздо лучше. Пет наверняка умрет от зависти. А над свои короткие уши ни за что не сможет так держать. Ослик-Ослик повеселел и начал резво скакать по двору фермы, болтая ушами. Увы, его жеребячая радость длилась недолго. Едва заметив Ослика, обитатели фермы принялись хохотать. Ну и глупый же ты, Ослик-Ослик, сказала овечка-кутряшка, когда все немного успокоились. Зря ты послушался за даваку Гектора. Есть только один правильный способ носить уши. Посмотри на меня. Разве повернется у кого-то язык назвать меня непривлекательной? А посмотри на козочку Марту. Скажешь, она не хороша? А наша буренка Фанни. Ну разве не красавица? Да посмотри хоть на хозяйского братца. Ты же видишь, что у всех у нас уши одного фасона. И нам всем они очень идут. Почему бы и тебе не примерить такие? Ослик-Ослик задумался. Пылкая речь овечке звучала очень убедительно. И он не стал возражать, когда кудряшка уложила его длинные уши на свой манер. Ну вот, совсем другое дело, довольно кивнула кудряшка. Ты стал настоящим красавчиком. Ну посиди здесь, и я принесу тебе зеркало. Придирчиво рассмотрев себя в зеркале, Ослик-Ослик согласился, что выглядит весьма элегантно. Правда, курочка Надин, вечно вертевшаяся под ногами, сказала, что зеркала часто врут. Ну у нее дурной характер. Чего от нее ждать? Набегавшись, Ослик-Ослик решил отдохнуть. Неспеша он подошел к входу в хлев. У двери на гвоздике висела коса. Не задумываясь он шагнул внутрь, но вот беда, ухом напоролся на гвоздь. «Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я!» Закричал он. Бедный Ослик-Ослик, как же ему было больно. Сказать, что Ослику было плохо, Не сказать ничего. Целую ночь он проплакал. Друзьям было очень жалко его, Но себя жалко еще больше. Животные пхлеву не сомкнули глаз до утра. На следующее утро ослик-ослик Пошел к свинке Розе. Она слала не самой смышленой на ферме, Поскольку все больше ела и спала. Но зато была очень честной и доброй. Роза внимательно выслушала ослика, Который поведал ей все о своих користях. «Подожди, мне надо подумать!» Сказала она и закрыла глаза. С закрытыми глазами лучше думалось. Наконец Роза открыла глаза и сказала, «Большой шослик, я небольшая специалистка В вопросах красоты, Но могу дать тебе чисто практический совет. Носить уши что вверх, что вниз, что в стороны, На мой взгляд, страшно глупо. Когда у тебя уши вверх, В них попадает ветер и дуй, Когда вниз ты ничего не слышишь, А когда в сторону, Ну-ну, ты понимаешь, что тогда бывает. А вот если держать уши вперед, Как это делаю я, То зонтик тебе будет не нужен. И от солнечных лучей они защитят, И от дождя спасут. Да, к тому же они и совсем не мешают слушать. И раздумывая, ослик выставил уши вперед. А что? Вроде удобно. Вся два дня погода испортилась. Налетел сильный ветер, И пошел дождь. Лошадка Бет простудила И заболела свинкой. Доктор прописал ей строгий режим Стоять в столь лет целую неделю. Как же ей было обидно. А ослик-ослик не заболел. И очень этому радовался. Хотя, конечно, ему было жалко Бет. Так и ходил ослик, Держа уши перед собой. Однако эта манера имела свои неудобства. Например, уши загораживали солнце. И вообще, все, что происходило, Прямо над головой. После дождя Мистер Смит решил покрасить дом. Чтобы дотянуться до крыши, Он забрался на лестницу. Лестница была старой, И перекладина, на которой он стоял, Подломилась. Мистер Смит полетел вниз. И, к несчастью, Упал прямо на Ослику-ослика, Который как раз ушел мимо. Ох, и здорово досталось Ослику-ослику. Хозяин позвал к нему доктора. Доктор перевязал ему ссадины и ушибы, Осмотрел язык, Измерил пульс, Поставил на весы, Послушал легкие сердца. А потом дал ему ложечку Ужасно горького лекарства. Вот гадость Вскоре ушибы и ссадины зажили И больше не беспокоили ослика Зато Беспокоили уши Из-за своих ушей Он чувствовал себя Очень, очень несчастным Он столько всего перепробовал Но ничего не помогало Все было напрасно Все было Зря И вот однажды Он бродил погруженный В свои невеселые мысли Как вдруг увидел воробья Воробей уселся на забор И зачирикал Ослик, ослик, глупый ослик Ты ни пес и ни овца Ни корова и ни свинка Ты же ослик Вот и уши держи Как ослик Чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик Воробей вспорохнул И улетел От неожиданности Уши у ослика Сами собой встали на место А тут мимо как раз проходила девочка Увидев ослика Она воскликнула Папа, папа Посмотри, какой замечательный Маленький ослик Какие у него чудесные уши Торчком Ослик, ослик очень обрадовался И с тех пор всегда гордо держал уши вверх Он снова с аппетитом щипал свой любимый чертополох И стал самым счастливым осликом на свете Субтитры создавал DimaTorzok